Шаба шалом! И огромное спасибо вашей общине, нашей общине. Особое спасибо вашему руководителю, лидеру, пастору Леону, всей команде. Знаете, мы за эту теплоту, за эту любовь, за эту бесценную благодать. Вот в прошлый раз мы два года, ровно два года назад мы были у вас. Знаете, нашему малому было три года, ему сегодня пять лет. Мы на год забыли про поликлиники. Мы на год забыли про больницы. У него слабый иммунитет. Мы часто, каждый месяц мы ходили, наверное, месяц разобавали в поликлинику. Но после Израиля он перестал падать. Слава Господу! За эту благословенную, драгоценную землю Эли Цесроя. У меня сианистское сердце. Я сианист. И часто встречаюсь с евреями, которые имеют, наверное, канадские чаяния или там американские чаяния. Но поэтому нам удалось, знаете, мы на прошлой неделе приехали, съездили на Мертвое море. Вот спасибо братьям, которые послужили, Максим, туда раба огромная, которые обеспечили нас, знаете, всем необходимым креслами, палатками. Мы взяли машину в аренду на неделю, поехали на Мертвое море. Были в Иерушалаиме, съездили в Эйла, и везде, везде, везде Божья Бога дает. Даже в Хеврон попали, на обратном пути через арабские поселения проехали. Но мы ехали, я видел, как рука Божия нас вела. То есть не случайно через Телера, через Хеврон, но через арабские поселения мы ехали и молились. Моя супруга говорит, что-то страшновато, потому что номеров нет у Израильских, одни зеленые и черные номера. Да, я понял, что мы идем вот такой дорогой, через которую израильтяне очень редко ездят. Но случайность и не случайность. Поэтому, знаете, во вторник уже улетаем. И я искренне благодарю каждого из вас, благоценные братья и сестры. То есть это вся община, участие всей общины, не просто одного какого-то человека. Поэтому огромный путь Господь благословит вас, каждую семью, каждый дом. Я немножко волнуюсь, конечно. И очень много свидетельств. На самом деле, когда Леон давал метраж, давал толкование на неделю, ну мы с ним не договаривались. Я тоже приготовил небольшую проповедь, небольшое свидетельство. И моя проповедь называется это «Пять пунктов эффективного служения». Или пять пунктов, без которых невозможно возрастать. Невозможно возрастать в вере. И как Леон начал шутки, помните, да, про этого мальчика, молите за меня. Однажды одного мальчика поставили в угол. И после этого угла его позвали кушать. И дедушка ему сказал, ну, помолись. Тогда он сказал, благословен Господь, который дает пищу в виду врагов моих. Дети Божьи, да, они такие. И жизни. Поэтому, действительно, сердца, наши сердца, да. Пусть сегодня Слово Божье, оно проговорит в нашем сердце. Я всегда думал, Боже, кто я такой, кто что-то презрел на меня. И на каждого из нас, да, это действительно великая честь и благословение. Поэтому, спасибо огромное еще раз. Поэтому, пять пунктов эффективного служения. Мы, 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 спасибо, 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 спасибо. Простите меня, пожалуйста. Во-первых, нету здесь ни одного случайного человека. Господь, вообще у Господа нету случайностей. И любящий Отец, на самом деле, знаете, у Него плач по народу Израиля. У Него плач, у Него великая любовь. У Него любовь к каждому из нас возрастает со дня на день, со дня на день. Однажды эта любовь, это, знаете, Он скучает. Однажды, Он просто возьмет всех нас, да. Господь долго терпелись и много милостей. На самом деле, знаете, пребывая в Иерусалиме, в Аратхам квартале, мы жили в шаговой доступности от Храмовой горы. Представляете, нам знакомые из Арата зарезервировали гостиницу. И эта гостиница оказалась у нас друг Синих живет, она Кит, в Иерусалиме. Она говорит, как вы туда попали? Действительно, как вы? Ну, случайно мы там молились. В пяти минутах Он стены плачет, да. И я просто видел, думаю, все не случайно. То есть, все не случайно. У Бога все правильно. В 67-м году, когда мы завоевали Храмовую гору, да, народ наш, мы же потом ее отдали, но это тоже от Господа. У Бога все просто. Отец дает шанс. Отец дает шанс, дает время познать истину. А истина есть только в Машехе и Шоу. Он есть, пусть истина и жизнь. Да, мы даем всем. И бандитам, и грешникам, и мытарям, и блудницам. И всем дает шанс, дает возможность познать путь спасения. И однажды и датьи, и арабы, и соседи, которые очень нас сильно любят, да, которые окружают нас, которые хотят съесть нас без перца, да, однажды они тоже познают эту великую Божью благодать. Это все для того, чтобы мы, я об этом вижу, для нас, сегодня Отец поднимает миссианскую общину, миссианское служение. Для чего? Для того, чтобы истина Божия восторжествовала, для того, чтобы баланс пришел, чтобы крем. Если ракета в начале своего пути отклонится на миллиметр от своей заданной траектории, даже на миллиметр, то где она будет в конце пути, да? Поэтому слава Господу за то, что все содействует ко благу. Благ и милостив Отец. И несколько пунктов, пять пунктов эффективного служения. Во-первых, первый пункт, это как сегодня Леон говорил, читать слово, читать слово. Но читать его, каждый день мы читаем, да. Мы как минимум кушаем три раза, как минимум кто-то 4-5, да, кормим свое тело. Но внутренний человек, то есть если мы перестанем кушать, да, мы у нас, то есть так Творец задумал, то есть мы нуждаемся, наш организм нуждается в белках, жирахе, волеводах под пить. Точно так же наш внутренний человек нуждается в каждой дневной пище. То есть читать слово не как произведение искусств какое-то, да, а читать его размышляемо, вдумчиво, молитвенно. И помните, Иисус лавил первая глава, да, где Машера Бейму благословенно память его дает повеление Его Шо Беннуну. И там есть такое в первой главе, помните, восьмой и девятой стихи. Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней. Тогда удачлив будешь на пути твоем и преуспеешь. Повелел же я тебе, будь тверд и мужествен, «Не страшись и не трепещи, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Аминь. С тобой Господь Бог твой везде. Вот с тобой Господь Бог твой, куда не пойдешь, да, но повеление размышляет, а не отходит книга Торы, от устнов, день и ночь, день и ночь, день и ночь, да. И помните первый псалом, да, «Блажен муж, блажен человек, да, который не ходит на совет мечтилых, но в Торе Господа, воля его и озаконима, размышляет он день и ночь». И там тоже будет написано, да, то есть очень первый пункт, да, очень важно нам всем пребывать в слове, кормить своего внутреннего человека, питаться, размышлять. Второй очень важный пункт, без которого, это молитва, молиться, общение, да, помните, первым профессором Никицем, в пятой главе, 16 по 18, я читать некоторые места не буду, можете записать, очень важно посмотреть это дома. «Непрестанно молитесь, да, сказано, за все благодарите, да, непрестанно молитесь, да, всегда радуйтесь за все благодарите, непрестанно». То есть непрестанно молиться, мне нравится в синодальном переводе, да, не в синодальном, а в переводе Далида Штерна, то есть, давайте откроем и зачитаем. Первая часть с антицем, пятая глава. Послушайте, пожалуйста. Всегда будьте радостны, молитесь регулярно, в любых обстоятельствах благодарите, так как именно этого Бог хочет от нас, находящихся в союзе с Мессией и Шовом. Молитесь регулярно, то есть непрестанно молиться. Это означает, что я ввел молитвенный образ жизни, потом перестану. Это не то, что я всегда должен был гнеть, что-то ходить, нет. У каждого индивидуально, но у каждого должна быть, то есть каждый персональный, каждый сам знает. У каждого внутренние потребности разные свои. Но факт то, что мы все должны. И чем больше я буду и умолительно читать слово, размышлять на слово, я научусь слышать его голос. Когда ко мне звонит незнакомый человек, я не знаю кто. Но когда тот человек, с кем я часто общаюсь, по телефону не звонит, я узнаю его по голосу. Точно так же и в общении с отцом. Господь желает говорить каждому, поэтому позволь Отцу говорить в твою жизнь, в твое сердце. Третий пункт – это посещать собрания. Очень важный пункт – это посещать собрания. Очень важно не просто посещать, я не верю, это только шаббатные собрания, а вообще все собрания. Есть молитвенные, есть какие-то разборы, есть братские, какие-то лидерские. Очень важно жить жизнью общины. Очень важно, чтобы община стала эпицентром моей жизни. Это так свято и благословенно он заповедал. То есть община – это не выдумка человеческая, это Богом вдохновленное, инспирированное. Автор общины – это Бог. Во свете твоем мы видим свет. Очень важно. Помните, есть в псалмах «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих». Да? Бездна бездну. Так я слышал один мидраж, классно. Христианский. «Бездна твоей души призывает бездне моей души». Понимаешь? То есть очень важно, как… Только так. Вот есть многие… Ну я молюсь, я читаю. Зачем мне ходить в собрание? Это самообман. То есть есть интернет-проповеди. Есть много… Интернет-проповеди – это только витамины. Но нам нужна полноценная пища. Нам нужно мясо, нам нужен хлеб. Нам нужна полноценная пища. То есть если я буду все время витаминами питаться, то разобьется гипервитаминоз. Выражается медицинским термином. То есть постоянно. Поэтому… И если, не дай Бог, конечно, что-то со мной случится, то интернет-проповедник не придет навестить. Он не позвонит ко мне. То есть я должен быть членом поместной общины. Это моя община. Господь определяет кадровую политику, где мы должны быть. То есть есть люди, которые… Ну это у нас такие вот есть. Здесь я верю, что нету. Есть люди, которые ходят по разным общинам. И часто говорят, вот здесь лупини нет, или еще что-то нет. Ну если ее нету, так принести эту любовь. Да, очень важно. Первая такая вот стандартная причина посещать собрание. Евреям 10, послание к евреям 10, 23, 24. Мессианским евреям 10, 23, 24. Я прочитаю послание к евреям, 10-я глава, с 23 по 24. Послушайте, пожалуйста. Давайте и дальше без колебаний держаться за признанную нами надежду, поскольку давший обещание заслуживает доверия. Давший обещание заслуживает доверия. То есть наша вера зиждется на его обещаниях, на его обетованиях, на его слове. То есть у нашей веры есть фундамент. То есть я не могу в одиночку сидеть, культивировать дух, сидя на кухне свою веру. Я не могу полноценно возрастать. Только благодаря моей жизни. И вообще вне общины я не смогу видеть, что мне исправлять в моей жизни. Я не смогу видеть свой внутренний, а нам всем, мы все далеки от совершенства. То есть вне общины я не смогу видеть, над чем мне работать, от чем мне избавляться. То есть получать направление от Отца. То есть вне общины я не могу. Вот сейчас много очень таких, вот знаете, деятелей. Не делателей, а делателей мало, да? А деятелей сейчас много. Которые вот меня, я Бога учусь. Я читаю, да, мне только Бог учит. То есть это не соответствует Писанию. Я говорю то, что написано в Писании. То есть это простые истины. И поэтому давший обещание заслуживает доверие. Будем внимательны друг к другу. Очень важно быть внимательны друг к другу. Как сегодня я вам тоже говорил, да? Быть чувствительным к нуждам. Внимательны друг к другу. Побуждая друг друга к любви и добрым делам. 23-25. Не пренебрегая собраниями общины, что у многих уже вошло в привычку, но ободряя друг друга. Не пренебрегая собраниями общины. То есть очень важно не пренебрегать. Очень важно видеть себя. Быть членом. Быть частью. Быть в теле. Позволить отцу работать моим всем. Он не будет. Понимаете? Если я не позволю отцу изменять мою жизнь, он не будет ее изменять. Если я не позволю ему говорить ко мне, он не будет говорить. Настолько он благой, он любящий, он джентльмен. Только если я подставлю свою голову под благословение, если я подвергну себя обучению, тогда, то есть как ученики Маше Хайшо, только тогда я смогу эффективно возрастать, будучи учеником. Учеником Маше Хайшо. То есть только так, только я в теле находясь, не вне тела, только в теле, только в собрании, только не пренебрегая. И четвертый пункт. Делиться с собранием, делиться с собранием, то есть десятины пожертвования. Это очень такой щепетильный вопрос. Десятины пожертвования у нас в Астане. Это очень актуальный вопрос. Хотя в Израиле нет проповеди у десятины пожертвования. Но я пару слов скажу. Делиться с собранием. То есть Галатам, 6 глава, 6 по 7 стихе. Послание Галатам. Галатам, 6, 6, 7. Равшавуль пишет. Тот же, кто наставляется в слове, пусть делится всем тем добрым, что у него есть, со своим наставником. Не обмануйте самих себя. Никто не может поставить Бога в глупое положение. Человек пожинает то, что сеет. И что человек посеет, то и пожнет. Аминь. Смотрите, наставляем мы в слове делись всяким добром с наставляющим. То есть на кихеле, на всей общине лежит ответственность. На каждом человеке, на каждом брате и сестре лежит ответственность за общение. Но это не просто ответственность одного Леона, или там Команда, или там Костя, Максима. Это ответственность каждого из нас. И даже на самом деле, я еще помню те времена, мы пришли к Господу, и мои поиски еще начинаются в 80-х, в 80-х годах. Но пришел и Господу в начале 90-х, когда то пробуждение было, встреча моя, возрождение свыше. Я помню те моменты, то есть я еще был у тех, у пятидесятников старых, которые проявляли заботу, у которых я слышал сверили, что у которых масло не заканчивалось, и мука также не истощалась. И однажды я был в многодетной семье, шесть детей. Это семья Балтистов, с которыми мы очень дружили. И кто-то благословил трехлитровой банкой валинового варенья. Ну, многодетная семья, 90-е годы, все помните это, до этих времен. Знаете, когда они принесли домой, открыли, дети, варенье, я думаю, дети все сладкоежки, да? Когда открыли эту банку, вывели ее, ну, то есть, открыли банку, она оказалась прокисшей. Представляете, она прокисла. Тогда что мама? Она еще, уже тогда было лет 25, в Господне, она говорит, она взяла, помните, в Третьем Царстве, в Кунду Царстве, Елисей, когда сыновья пророков собрали похлебку, растения принесли, и похлебка оказалась отравленной. Тогда что он взял, да? Взял жменьку муки, когда Бог обравил, как и я, его исцелил, и высыпал. Так вот, эта сестра вывела в чашку это варенье, взяла жменьку сахара и сказал, Господь, Ты, Бог Авраам, ты тоже вчера и сегодня в реке, ты тот же Бог, исцелил это варенье. Накрыла газеты и пошли спать. Утром, с утра, позаранку, дети, ну, всегда же дети первые упрали газету, мама, это что, вчерашнее варенье? То есть, оно стало как свежее, представляете, то есть, Бог живой. Это не какие-то реальные свидетельства, это все работает, это, знаете, иногда вот кажется, если у меня 10 частей, я отдаю одну, то у меня останется 9. Нет, у Бога, если, если я отдаю одну, то у меня получается 11. То есть, один еще плюс один. Я не знаю, как это, но это работает. Это работает в моей жизни. Это работает, я знаю, много свидетельств. Поэтому, действительно, пусть Господь, даст, ну, и Малахия 3 глава, да, принесите все десятины в дом, хранилище, да, хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь самого, хотя бы в этом испытайте меня. Поэтому очень важно, знаете, Богу не нужны наши финансы. Там, вот, в этой корзинке, да, там лежит наша вера. Это вот тоже, точка соприкосновения, тоже. То есть, это мое духовное состояние, это мой показатель моей веры. Поэтому, знаете, но вообще не всегда есть нужда. Даже просто убраться, даже просто символически поприсутствовать, вместе разделить с братом, сестой хлеб, чай попить, просто символически воду вылить, да, Богу, это уже прохар. То есть, собрание, это всегда благословение. Десятина, это для нас, это всегда, это, как в сегодняшней главе, да, Господь дает право выбора, благословение и проклятие. Да, за нами. У нас есть свободная воля. Даже отец, любящий, не давляет над нашей волей. Да, есть тот, кто пытается враг контролировать, но Господь освободитель. Поэтому, очень важно, вот в этом, важно очень делиться. И пятый пункт, это делиться словом, делиться своим свидетельством. Не просто свидетельством, своей жизнью, своими поступками, своими делами. Когда мы с Наташей женились, в 2000 году, один брат. Ну, нас включали, все, у нас было благословение, пастор нас благословлял. И один брат взял, и говорит, тост, Давид, я желаю вам, я, но мне в сердце, это мой друг. Он пришел к Господу через меня, уверовал в Кузе, и, то есть, не то, что через меня, а глядя на мою жизнь, как это так, такой вот человек. И, друг, он в Боге. И тогда, конечно, слава, это слава Господу. И он говорит, Давид, я желаю, чтобы вы проповедовали благою весь молча, просто, чтобы люди видели на вас и видели Господа. То есть, действительно, мы желаем, чтобы люди видели вот этот свет Машеха в каждом из нас, да, чтобы он воссиял через, я не говорю, вашу, нашу общину. Да, действительно, слава Господу за это драгоценное время. Поэтому, очень важно делиться. Римлянам 1, 16, я не стыжусь благовестного не Христова, потому что оно есть сила Божия. Сила Божия ко спасению. благовестная, да, здесь есть своя специфика, но Бог откроет, если у нас есть отношения, Он знает, Он достучится, и до арабов, и до арабов-христиан, и до арабов-муфельман, то есть, да, Он достучится, Господь. Пусть Господь нам поможет. Да, поэтому я верю, я верю в великое призвание вот именно ваше общине. Общин здесь не все так гладко на Мосянской улице, мы знаем, но все с Господом, все содействует, все это созидает в нас зрелость или взрослость. Все это в нас вырабатывает характер Машир, да, не просто мы были прихожане, ухожане, да, но для того, чтобы мы эффективно питались, слышали Его голос, исполнили Его волю, Его призвание. На самом деле, когда успех, да, успех, когда я знаю Его волю, когда я слышал Его голос. И помните, бизнес, за то, что ты не попросил голову врагов, здоровья, процветания, я даю тебе мудрость. И все это еще к тебе приложится. Поэтому Отец, Он желает, Он не рука, мы сегодня пели, рука, Господь не сократилась, и ухо Его не тяжелело. Понимаете? Он желает блага. Он только блага. Да, допускает какие-то теснины, какие-то пустыни, какие-то, но все это ради нашего блага. То есть, Он не позволит нам быть истойтуемым сверх наших сил. Понимаете? Но важно, важно. В 40 лет в пустыне Израиль был, да, что делал? Да, Отец выпистоливал своего сына, своего первенца. Выпистоливал, с ним надо было делать там работать. Да, очень много перегимов. Поэтому, казалось бы, да, помните, в шаббат вышел собирать дрова, его камнями побили. Но это, это тоже милость Божия, его любовь. Так, казалось бы, да? Например, то, что если вы хотите выпрямить сокнутое, например, кочерга, да, ее нужно не только выпить, ее нужно перегнуть в обратную сторону, чтобы она ровная стала. Вот это и был вот этот момент в Игипа. Понимаете? Вот у Отца. Но это любовь. Это любовь. Поэтому спасибо Господу за его безграничную любовь, за его бесценную благодать. Спасибо за эту честь, за то, что позволили нам быть с вами. Спасибо Господу. И еще немножко мы с вами приготовили небольшую песню. Пожалуйста, не судите строго. Я закончу на этом свою проповедь. Мы действительно любим. Мы любим вас. Вы знаете, у нас во вторник, мы уже выезжаем. Но мы оставляем немножко себя и собираем немножко вас. Какое это произошло? Вы знаете, мы стали еще ближе. Мы стали еще как-то единее, что ли. поближе к раннюю кустам можно. Я просто... Это наша любовь. Мы хотим прославить Господа. Небольшую песню приготовили. Пожалуйста. Я не готовился. Так. Экспромно. Если где-то ошибусь, не судите строго. по-русски, Звучит музыка. 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 Звучит музыка.